В 1993 году боец был переведен в знаменитую тюрьму Владимирский Централ. Там за него взялись с новой силой и усердьем. Тюремщики поставили себе задачу прицельно – сломать именно этого вора. Слухи о несгибаемой воле которого ходили по всем тюрьмам и колониям. Зная, что боец на контакт с надзирателями однозначно не пойдет, те придумали способ, как почаще применять санкции к непокорному арестанту. Его принялись постоянно назначать дежурным, в обязанности которого входило оглашение количества зэков в камере. Само собой, боец даже не собирался подчиняться, каждый раз делая вид, что не замечает вошедших чурепщиков. Тем только того и надо было. Раз за разами его скручивали и выдворяли в карцер на 15 суток. А как только срок наказания истекал, боец снова назначался дежурным. И все повторялось вновь. 1993 год. Владимирский Централ. Неизвестно, сколько бы длилось противостояние вора и тюремного руководства, если бы не случай в 1995 году. К этому времени боец сильно сдал в плане здоровье. Из-за жуткого холода в карцере у него появились проблемы с суставами и начала отказывать левая рука. Надзиратели, предвкушая скорую победу, с намеченного пути не сворачивали и продолжали требовать от арестанта доклады. Однажды они вошли в камеры и уже готовились отвезти бунтаря в карцер, как вдруг увидели лицо бойца и от неожиданности лишились дара речи. Рот вора был зашит черными нитками. Изумленные такой силы духа тюремщики не стали больше его трогать. Помимо противостояния тюремной администрации, боец успевал решать рутинные вопросы в криминальном сообществе. Во Владимирском Централе он пользовался огромным авторитетом и даже находясь в карцере умудрялся разрешать проблемы арестантов. Также он стал крестным отцом знаменитого вора в законе Александра Северова, друга Михаила Круга.